Особое мнение на 101FM Вчера посыпались пресс-релизы от разных структур к нам на почтовый ящик о том, что начинаются внеплановые проверки. И вот вы знаете, нас совсем эта новость не удивила. Мы на самом деле даже ждали этих пресс-релизов, потому что, что бы ни было, какая бы ни произошла трагедия, начинаются внеплановые проверки. Почему только после трагедии? Или это нормально, лучше перебдеть? Ну здесь на самом деле это просто страх и халатность. То есть страх потерять свою должность и халатность, когда ты делаешь свою работу. То есть я имею в виду различные службы, эти же МЧС, которые должны проверять и следить, выдавать соответствующие предписания и контролировать их выполнение. Те, кто разрешение дает на размещение данных палаточных лагерей и так далее. То есть страх потерять свою должность и халатность при выполнении работы как раз и являются следствием тех делегаций, которые срочно начинают выезжать и перепроверять свою работу. Нежелание обезопасить детей? Если все свою работу выполняют хорошо, никаких делегаций не нужно, никуда ехать не надо. Ну вот в палаточном лагере в советском районе не нашли нарушений. Туда вообще не надо было ехать. Потому что все, если выполняют свою работу качественно, хорошо, в соответствии с теми документами нормативными, которые предусмотрены, то просто так приезжать не нужно. История с торговыми центрами показала, что не все хорошо. Там в одном, по-моему, 40 нарушений обнаружили. Ну, торговые центры это отдельная история. То есть половина тех норм, которые установлены противопожарными правилами, вообще являются, на мой взгляд, какими-то показушными. То есть установить огнетушители, которыми никто не умеет пользоваться. В палатках детских, да? В детских палатках, если мы сейчас от Хабаровска недалеко ушли, то там вообще непонятно, откуда обогреватели, розетки. Я не представляю, вы едете в лагерь, в палаточный, ночевать в палатке на улице. Покажите мне хоть одного там рыбака, охотника или туриста, который бы с собой брал электрический нагреватель. У них с собой спальный мешок. Но печки у них тоже есть. То есть соблюдались ли пожарные разрывы между этим палатками и так далее и тому подобное. То есть плюс то, что говорил несколько минут назад, вот это все является следствием вот этих пожаров. К другой теме мы перейдем. На днях состоялся общественный совет при РСТ. Вы там были, там обсуждались две темы. Тарифы на водоснабжение и исполнение инвестиционных средств на реализацию мусорной реформы. Напомню, такой пункт заложен в тарифе как раз. Вот об этих двух темах давайте поговорим сейчас. Очень особо они актуальны, тем более, что через неделю уже в городе сменится поставщик воды. Им станет муниципальный водоканал. Депутаты и общественники переживают, что техническая база этого предприятия не даст возможности обеспечить бесперебойное водоснабжение. Чиновники говорят обратное. Даже обещают, что тариф на услуги пока не вырастет. И на пятой части, в пятой части города даже понизится. Вот какого нам тарифа на воду ждать? Я думаю, тариф или не изменится, или может быть чуть меньше, чем тот, который был установлен для Кировской коммунальной системы с 1 июля 2019 года. Вот сейчас они предварительную цифру назвали. Это 28 рублей 42 копейки за кубометр с учетом НДС. Ну, это с НДС, да. Это предварительная цифра 30 числа будут принять. Да, завода отведения планируется, что будет меньше. Но есть некие подводные камни, да? И вот как раз на этом совете, насколько я знаю, разбирали вопрос о том, что тариф этот может быть намного значительно ниже. Расскажите почему? Ну, во-первых, я задал вопрос, который меня интересовал больше всего, почему заложены потери воды в сетях водоснабжения, то есть, по сути, от станции Кричомкина до конечных потребителей в размере 26%. Четвертая часть. Это больше, чем даже четвертая часть всего полезного отпуска воды. То есть, на мой взгляд, это чрезвычайно много. Поясню почему. Во-первых, насколько мне известно, Водоканал не представил свой расчет потерь воды в тарифной заявке, то есть, для утверждения тарифа. Они взяли, по сути, те проценты, которые были установлены там когда-то давно для ККС. То есть, Водоканал должен произвести свой расчет. Я думаю, что по своему расчету у них будет меньше, чем 26%. Почему? Потому что в среднем по России 21%. При этом в развитых странах это потери в сетях водоснабжения порядка 15%. Ну а в Европе и США это 4-6%. То есть, мы должны стремиться хотя бы к 15%, но никак не к 26%. Чтобы к этому стремиться, нужны деньги, чтобы ремонтировать трубы. Чтобы ремонтировать трубы, нужно, чтобы Водоканал разработал инвестиционную программу, производственную программу, и чтобы деньги, которые он будет получать в рамках тарифа, в том числе за счет амортизации, шли как раз на ремонт водопроводных сетей, водопроводных и канализационных. То есть, вот именно этот механизм позволит в том числе и сократить эти утечки в сетях водоснабжения. Потому что сейчас все жители Кирова будут оплачивать не просто потери, которые нормативные, а по сути весь небаланс, который является разницей между тем отпуском воды, которое со станции ушло до конечных потребителей. А почему эти деньги без инвест-программы, они не направляются, получается, на ремонт сетей? Или что происходит? Эти деньги куда мы платим и за что мы платим тогда? Ну, пока они все накапливаются. То есть, у ККС эти деньги накоплены, они по своему усмотрению их могут тратить. Водоканал пойдет по тому же пути, если администрация города вместе с водоканалом не разработают инвестиционную программу, в том числе для ремонта сети водоснабжения. Ну, а нам или кому для этого что нужно сделать? Дальше продолжать платить? От нашего общественного совета при оригинале службы по тарифам планируем отправить рекомендацию, в адрес администрации города Кирова, чтобы они этот вопрос не просто взяли на контроль, но и начали разработку этой программы. Ну, то есть я правильно вас поняла, сейчас мы платим вот четвертую часть наших денег просто для того, чтобы они лежали, да? Или для чего? Нет, мы платим для того, чтобы эта вода утекала в землю. А денежки куда деваются наши? Ну, денежки утекают в землю, вот эти 26%. Где-то лежат, на кого-то работают? Нет, они просто из трубы вытекают и куда-то в землю утекают, и все. То есть можно точно так же взять, это 100 рублей, и 100 рублей, 25 рублей это выкинуть на улицу, ну, там где-нибудь, или там закопать там где-нибудь, примерно тот же самый эффект. Это вода, да, вода утекает, значит, метафоры деньги утекают, но ведь они на самом-то деле утекают куда? В карман кому-то, на зарплату, на какие-то другие расходы и сдержки. Куда денежки-то деваются? Вот, пока не будет систематический контроль, в том числе за инвестпрограммами, мы этого не узнаем. То есть пока весь контроль сводится к тому, что предоставляются отчетности по итогам уже завершенного периода. То есть, например, вот прошел 2018 год, в 2019 году организация, которая поставляет воду, представила отчет о своих затратах, расходах и так далее. И им этот тариф корректирует больше или меньшую сторону. То есть как такового систематического тотального контроля, в том числе за фактической реализацией ремонтов капитальных, текущих, перекладкой сетей, в том числе в рамках инвестиционных программ, его нет. Он должен быть на муниципальном уровне, и мы неоднократно об этом говорили, в том числе в общественной палате, например, в рамках консессионного соглашения с КТК. То есть чтобы реализация этой программы прошла не просто на бумаге, что отчитались, мы переложили столько до сетей и столько денег потратили, а чтобы по факту муниципалитет, администрация города Кирова контролировали, какие трубы перекладывают где, в каком количестве. То есть вот этот контроль должен быть. Если мы говорим про полигоны, то, соответственно, органы местного самоуправления, там, где эти полигоны находятся и где планируется что-то строительство или расширение этих полигонов, они должны тоже производить этот контроль. Вопрос контроля поднимем после небольшого перерыва, когда будем говорить еще и о реализации мусорной реформы в Кировской области. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Мария Кожевникова. Напротив меня член Ассоциации юристов России, член общественной палаты Кировской области, предприниматель Андрей Воробьев. Андрей, ко второй теме перейдем, которая обсуждалась на общественном совете при РСТ. Это реализация мусорной реформы. И речь шла о том, как реализуются инвестиционные деньги. Их с людей уже берут. После заседания телеканал «Девятка» взял интервью у вице-спикера ОЗС Владимира Костина. Я это интервью посмотрела, и там он заявляет, что на его взгляд инвестиционные составляющие из тарифа вообще надо исключить, потому что он не видит, на что идут эти деньги. Нет мусоросортировочных станций, их не появляется, мусоросортировочных заводов, технику, которую обещали закупить в количестве 200 единиц. Из этого закуплена только четвертая часть. Вот он и говорит, за что тогда люди платят. Вот когда это все будет, тогда и будем платить. Вот вы с таким мнением согласны? Я согласен полностью с Владимиром, потому что сейчас я не вижу, чтобы был контроль за инвестиционными программами. Вот в этой сфере таково с 1 апреля ответственным министерством профильным стало Министерство окружающей среды Кировской области. Вместо МИН ЖКХ, да? Да, до этого было Министерство энергетики ЖКХ. И они как раз эту программу и согласовывали инвестиционную. Да. То есть сейчас Министерство энергетики ЖКХ уже, судя по их ответу, уже не отвечают, что это уже Министерство окружающей среды. То есть все вопросы к ним, насколько мне известно, Министерство окружающей среды еще и сотрудников-то нету, которые бы этими вопросами занимались. То есть получается, что у нас, когда меняются ответственные лица, вот в эти периоды пропадает контроль. И уже спросить не с кого. То есть меняются руководители, меняется ответственное ведомство. А деньги, как с людей собирались и бесконтрольно тратились, так это и продолжается. Вчера этот вопрос обсуждался, правильно я понимаю? Да, мы обсуждали. И к чему пришли-то в итоге? Мы пришли к тому, что проведем совместное совещание. Даже мы запланировали, но пока еще в рамках обсуждения, парламентское слушание. Это в рамках работы законодательного собрания отправим письмо Владимиру Васильевичу Быкову, чтобы провести совместное заседание. Пока еще не ясно в какой форме, но суть в том, чтобы поднять эти вопросы, определить ответственных лиц или, по крайней мере, их озвучить, если они определены. И, соответственно, чтобы понимать, если инвестиционные программы не выполняются, а деньги с людей ведь собираются, люди платят. Вот об этом мы и говорим. То в следующем году тариф должен быть скорректирован в меньшую сторону, причем существенно. Это реально? Это реально. Если инвест-программа не будет выполнена, то есть те деньги, которые запланированы на строительство, допустим, для этого же центрального полигона, если они не будут эффективно потрачены, то, соответственно, на эту сумму тариф должен быть на захоронение уменьшен для центрального полигона и, соответственно, уменьшен и для регионального оператора. А вообще все, что запланировано на этот год, ну, вот тут осталось, в общем-то, 5 месяцев. Это реально осуществить за оставшееся время? Ну, вот тот контроль, который сейчас происходит на бумаге, это реально. То есть я вам присылаю бумагу с подписью и печатью и говорю, что я там 150 миллионов потратил. Причем подписаны акты с организациями, которые являются, по сути, теми же самыми лицами. То есть те, кто деньги платит, и тот, кто строит. При этом вы сомневаетесь, что реально это сделано? Я сомневаюсь, что это реально сделано и будет в полном объеме с тем качеством, которое планировалось. И по рыночным лицам это будет сделано? То есть у меня большие сомнения, что там рыночные цены заложены. Потому что ведь конкурсы не проводятся. Заключаются напрямую договоры подряда с организациями, где, по сути, заказчик-директор, а подрядчик-учредитель. Один и тот же человек. Эти деньги, они просто переводятся с одного счета на другой. И если одна организация является подконтрольной, то вторая уже никем не контролируется. Так ведь тут уже какой-то интерес правоохранительных органов, похоже, должен быть. Если будут нарушения законодательства, то, конечно, будут проверки. В том числе, я думаю, что и прокуратура, и другие контролирующие органы, я думаю, эти вопросы держат на контроле. И в случае, когда будет уже нарушение закона, будут, думаю, что приняты определенные меры реагирования. Ну, то есть, правильно я поняла, на ваш взгляд, на данный момент есть предпосылки для того, чтобы со следующего года снизить тариф на некую очередь? Да, я думаю, что есть. Я думаю, что есть, и тариф надо снижать. Его надо снижать. А вот как это юридически все может произойти? В том числе за счет компенсации из бюджета, то есть за счет субсидирования из бюджета. Это я напомню, что у нас есть еще программа капитального ремонта, где также единый оператор на всю область, где люди платят взносы по 8 рублей 30 копеек с квадратного метра. И, например, в 29 регионах из 85 идет субсидирование из бюджета этого взноса на капитальный ремонт. То есть, когда власть понимает, что люди дорого... Они тоже, по-моему, у нас тоже входят, да, в нашем регионе. Потому что я лично подавала субсидии на субсидии и прям вот носила эти квитанции. Нет, я говорю не про компенсации. Не людям? Да, не людям, а именно в рамках, ну, по-простому говоря, тарифа или взноса. То есть, если сейчас у нас за мусор для жителей Кирова около 5 рублей с квадратного метра мы платим, то за счет субсидий из бюджета эта сумма могла бы быть 3 рубля с квадратного метра, как было год назад в среднем в строке за содержание общего имущества многоквартирного дома. То есть, и на мой взгляд, вообще в нашей области должно быть несколько региональных операторов, которые должны быть коммерческие организации без участия государства, которые должны контролироваться максимально государством. А в чем плюс этого? Ведь одного, кстати, проще контролировать. Ну, плюс самый очередной, это самое первоочередное, это, во-первых, честность и прозрачность. Потому что сейчас, как и в системе капитального ремонта, жители Кирова, по сути, оплачивают часть ремонтов по капитальному ремонту и часть стоимости по транспортировке мусора за жителей районов области. В большей части северных районов, это Лусский, Подосиновский район и так далее. То есть, если будет отдельный, допустим, один оригинальный оператор в зоне деятельности северной части нашей области, то, очевидно, при большом транспортном плече тариф у этого оригинального оператора будет выше, чем тариф для оригинального оператора, который бы действовал в зоне деятельности города Кирова. Там Кирово-Чепецкое и Слободское, ну, допустим, нашей агломерации. При этом, то есть, жители Кирова будут честно платить за свою услугу. Они переплачивают за те большие это расстояния, за те машины, за то дизельное топливо, которое сжигается при перевозке, там, допустим, на полигон в Слободском районе. При этом разница между тарифами этих оригинальных операторов, на мой взгляд, должна быть оплачена за счет бюджета, чтобы все жители Кировской области платили одинаково. Ну, ведь и при одном, значит, можно так же сделать. Просто для разных районов разные тарифы образования. Ну, при одном оригинальном операторе все равно будет единый тариф. Другой вопрос, что его также можно уменьшить за счет компенсации из бюджета. За счет компенсации из бюджета рекоператору. Правильно я поняла? Есть еще одна возможность снижения тарифа, и предоставляет ее нам федеральная власть. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который освобождает рекоператоров от уплаты НДС. Но вот такое снижение, если правильно я понимаю, если нет, то поправьте меня, может действовать не везде и не при всех системах налогообложения. Вот для нас вот это вот снижение на нас как-то повлияет, на наш регион? Я думаю, что практически не повлияет. Потому что изначально, допустим, наша оригинальная служба по тарифам писала обращение на председателя комитета Госдумы Макарова, чтобы эту ставку НДС, по сути, обнулить. То есть сделать ее нулевой. И тогда бы, конечно, тариф для оригинального оператора уменьшился бы как раз на 20%, то есть НДС. По факту, тот закон, который сейчас принят, пока еще не вступил в силу, там будет еще одобрение Совета Федерации, потом на подпись президента вступит в силу. Там принято в какой-то совершенно неудачной форме, которая предполагает то, что НДС как будто бы не будет, но на самом деле НДС будет сидеть уже внутри самого тарифа. Будет плюсом добавлен к услугам, к работам, за исключением там фонда оплаты труда. И вот как раз это исключение фонда оплаты труда выльется лишь в снижение тарифа, может быть, в 1-1,5%, но никак не в 20%, как предполагалось и ожидалось многими. То есть по этому пункту ждать нечего? Нет, я думаю, что ждать вот как раз надо по фактическому контролю инвест-программ. И если будет какой-то ненормативный правоакт от Федеральной антимонопольной службы, которая проводила проверку, по-моему, в марте-апреле этого года, и если она найдет необоснованные расходы в тарифе и предложит региональной службы их исключить в оригинальный оператор, то, соответственно, здесь тоже можно ожидать снижение тарифа. Это кроме инвест-составляющей? Это кроме инвест-составляющей. К другой теме перескочим, потому что время идет и не дает нам возможности поговорить еще о мусоре. Скоро до выбора в Гордуму. Накануне закончился прием заявок. 15 человек претендует на два места. Обсуждать конкретные кандидатуры мы не будем. Причем интересно поговорить было бы вообще о том, насколько кировчанам это событие интересно, насколько они вообще ходят на эти довыборы и все ли вообще знают о том, что такие бывают. В прошлом году были подобные. Голосовали также по двум избирательным участкам. На них пришли только 8% из тех, кто мог проголосовать. Почему, на ваш взгляд, интерес такой низкий? Низкий интерес связан с тем, что люди и жители, они просто не понимают, что им это даст. То есть, как вообще повысить явку на выборах? Что на муниципальных, на региональных или выборах, например, депутатов в Госдуму, надо в квиточке ежемесячной, где житель получает зарплату, указывать не чистую зарплату, которую на рынке получают, а так называемую зарплату брутто, то есть полностью со всеми налогами. И все эти налоги, показать, в какие бюджеты уйдут и сколько рублей. Вот, допустим, муниципальный бюджет от вашей зарплаты, например, в 20-30 тысяч рублей, это 3 тысячи идет, а муниципальный бюджет нам, например, НДФЛ, условно говоря. И на эти деньги делается то-то, то-то, то-то. И люди говорят, раз мы вам платим каждый месяц зарплаты по 3 тысячи рублей, вы, как депутаты, должны это контролировать, делать и принимать такие решения для исполнительной власти, которые хотим мы, а не которые хочут исполнительную власть. Такие методы давно уже работают, а в том числе в Европе, это Швейцария, Германия. Когда я был, допустим, 10 лет назад, в Германии, допустим, там, средняя зарплата у русскоговорящего человека, тысячи евро, из них вот эта зарплата в брутто, из них 500 евро, это как раз налоги. Они полностью понимают... Они получают какие-то распечатки, куда эти деньги уходят. Да, там это все написано, то есть там налог обязательно в церковь отчисления, налог обязательно человеку, который будет за вами ухаживать в старости, то есть к вам домой приходить, там, приносить воду, готовить еду, там... Но это немного другое, мы сейчас говорим о работе как раз депутатов. Депутатов, то есть и тогда люди будут сами находить своих депутатов, с них спрашивать и как минимум их знать, потому что сейчас, если спросить 90% людей, как фамилия депутата муниципального или оригинального, они вам даже не ответят. В том числе надо менять систему выборов. Как это все работать может? Депутаты, может быть, депутаты сами должны такие квитанции отправлять распечатки людям на адреса, но вот как это осуществить? Пока я их не спрашиваю, они это делать не будут. Чем меньше их трогают, тем им лучше. То есть и систему избирательную надо менять как на местном уровне, так и на оригинальном, и на федеральном. То есть надо делать, на мой взгляд, полностью отказываться от мажоритарной системы, то есть где одномандатники заходят в Думу, потому что это все непрозрачная деятельность, делать максимально по спискам систему, то есть чтобы партии участвовали. Недавно был депутат Журавлев. Делать открытые списки, чтобы люди знали, кто из партии пройдет, а не закрытые, когда это председатель, это выторговывает места, ну, вообще депутаты у председателя, а партии выторговывают себе места в Думе. То есть люди должны понимать, за кого они в итоге голосуют. То есть, допустим, пять человек из партии, одно из другой, из третьей, и люди, когда голосуют за эти партии, они знают, что если партия набирает определенное количество процентов, то в этой очередности эти депутаты зайдут в эту Думу. Но ведь там-то расставляют партии, а когда за одномандатников мы голосуем, мы за людей голосуем, за конкретных. Мы голосуем за людей, о которых, по сути, никто не знает. Партии у людей на слуху. То есть они все равно понимают, что есть партии Единая Россия, есть ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия, и еще там 76 или если еще не больше стало партий, это зарегистрировано Минюстом Российской Федерации. И они имеют там право отведвигать своих кандидатов. Это снизить минимальный порог голосов при прохождении в эту же Госдуму и так далее. Но я считаю, что самое основное, вот в нашей смешанной системе, нужно отказываться от мажоритарной системы и, соответственно, делать открытые списки. Последняя реплика по этой теме. Мы голосуем за людей, которых мы не знаем. Это я за вами повторяю. А не их ли это проблема? Не они ли это, вот, не используют свое время, свои какие-то агит-компании для того, чтобы мы их узнали? У нас тут, кстати, спикеры говорят, что вот победят на довыборах как раз популисты. Те, которые будут наиболее активны и смогут о себе заявить. Ну, потому что довыборы — это противоположная система самим выборам. Потому что на довыборах как раз приходит малое количество людей и очень многое зависит от тех людей, которых за собой приведет кандидат на избирательный участок. То есть при малой явке как раз очень высокий шанс пройти в Думу популистам, как вы их назвали. Вот поэтому оно так работает на довыборах. Сейчас у нас перерыв, реклама полторы минуты. И вернемся в студию. Да, это действительно программа «Особое мнение». Сегодня его высказывает член Ассоциации юристов России, член Общественной палаты Кировской области, предприниматель Андрей Воробьев. Андрей, еще такая проблема, близкая как раз к вашей деятельности, о смене управляющей компании. Эту проблему обсуждали на одной из комиссий Гордумы. И депутат Татьяна Веселова рассказала о проблеме, которая коснулась, ну, на самом деле, очень много домов, очень многих кировчан о том, что люди не могут поменять управляющую компанию, хотя у них вроде бы есть на это право. Отказаться от нерадивых каких-то работников и найти хороших. Дом подает протокол общего собрания об уходе из управляющей компании. Управляющая компания подает свой протокол. ГЖИ во внимание берет, ну, вот если я правильно понимаю, как это все происходит, ГЖИ во внимание берет только последний. То есть только мнение управляющей компании учитывает. Вот как людям в такой ситуации поступать? Есть какой-то вообще алгоритм, механизм, как поменять управляющую компанию? Ну, чтобы поменять управляющую компанию, надо самоосновать желание. Если будет желание, то будет все остальное. Потому что если нет воли, то есть желания самих собственников в доме, то она сама себя не поменяет управляющая компания, потому что отказываться от стабильных денежных потоков ежемесячных никто не захочет. Ну, то есть, видимо, вот это настолько сложно, что нужно головой стены пробивать. Вот, ну, это как бы, это правильно, нормально? Это не нормально. Я уже как-то рассказывал в одном из эфиров вашей радиостанции, что я участвовал в разработке законопроектов, в том числе рассказывал опыт Кировской области. И в проектируемой статье жилищного кодекса 46.1 планировалось, что собственники в будущем будут принимать решения с помощью социальных сетей, то есть Viber, WhatsApp, Telegram, ВКонтакте, Facebook. По телефону можно будет позвонить, сказать свой голос, если вы, допустим, уехали в летнее время куда-то из дома. Отправите смс-ку, там да-да, нет, да, как в 93-м году. То есть вот эти способы были все заложены в законопроект. И вот как раз два дня назад был принят немного другой законопроект депутатов Сидякина и Качкаева, где предлагается проводить голосование в системе ГИС ЖКХ. Напомню, это государственная информационная система жилищного коммунального хозяйства, сайт дом.госуслуги.ру, где можно в электронном виде инициировать, проводить общее собрание сейчас, чтобы это сделать, надо сначала реально провести на улице общее собрание, оформить это все протоколом, собрать со всех бюллетеней, подписи, все реестры. И потом уже официально можно проводить электронное голосование. Сейчас они проводятся очень плохо, со скрипом в ГИС ЖКХ они вообще практически не проводятся. Проводятся в сторонних системах, в коммерческих, которые есть в интернете. И даст это что? И даст это то, что те, кто реально не может участвовать в собрании, сможет в них принять участие непосредственно как собственник. Это ускорит процесс как-то? Это позволит повысить порог явки, то есть обеспечить кворум на собрании, что самое основное. И второе, что самое основное, это позволит обеспечить необходимый порог голосов для принятия того или иного решения. То есть, например, для смены управляющей компании необходимо больше половины проголосовавших за при наличии кворума, то есть при наличии большинства собственников, которые приняли участие в собрании. А, например, при проведении капитального ремонта необходимо порог голосов 2,3 от числа всех собственников в доме. То есть это 67%. Это очень много, и летом собрать такой кворум бывает очень сложно. То есть для тех, кто это пробовал, они понимают, что это скорее исключение, чем практика. Но вот эту историю о том, что ГЖИ ориентируется в итоге на второй протокол, который подает управляющая компания, вот эту историю... Законодательством предусмотрены меры реагирования со стороны Государственной жилищной инспекции, если в течение двух месяцев к ней поступают протоколы по одним и тем же вопросам от одного и того же дома. То есть жилищная инспекция должна провести проверку и сказать, кто в этом плане прав, а кто нет. То есть если сделать все быстро, то... Или как? В любом случае управляющая компания тоже может подать свой протокол в итоге. Как эту проблему решить? Нет, управляющая компания, это сейчас уже меньше стало рисовать протоколы. Я их почему так называю, потому что поддельные протоколы еще не исчезли, и еще неизвестно, когда исчезнут в практике проведения общих собраний. Это, кстати, в том числе и вина Государственной жилищной инспекции, у которой есть право проводить экспертизу, в том числе с привлечением экспертов. У нас есть экспертное учреждение, в том числе государственное, которое могут проводить подчерковедческую экспертизу. Да, на 100 и денег, но надо определять приоритеты в бюджете, то есть на что тратить деньги, в том числе, возможно, создать несколько прецедентов, показать это в СМИ, рассказать на радио, и уже будет меньше таких случаев. Но вот ГЖИ говорят, что вот тут только смены законодательства, и больше вообще... В данном случае так очень сильно поменялось, и если все ждали, что после решения ГЖИ проблемы исчезнут, то они не исчезли. То есть просто стала еще больше забюрократизирована процедура. То есть если раньше были просто двойные квитанции и оспаривания в суде, то сейчас остались, а также двойные квитанции, споры в суде, и плюс еще забюрократизированность по исключению дома из реестра лицензий старой управляющей компании и включение этого дома в новую. То есть надо дождаться, пока старая управляющая компания не напишет заявление, что она готова исключить этот дом. То есть почему-то воля собственников ставится в зависимость от решения государственного органа и предыдущей управляющей компании, от которой собственники уже отказались. И, на мой взгляд, очень глупая норма у нас в приказе Минстроя, которая обязывает передать собственников помещения в доме, которые приняли решение о выборе новой управляющей компании, протокол с живыми подписями, с бюллетенями, со всеми реестрами старой управляющей компании, которая может этот протокол потерять и получить какой-то штраф небольшой, и все. И те там 2-3 месяца, которые люди собирали живые подписи, они в итоге никому потом не докажут, что они провели собрание. То есть вот, и поэтому я считаю, что собственники вправе либо этот протокол принести в новую управляющую организацию, либо напрямую в государственную жилищную инспекцию. И в том и в другом случае этот протокол должен являться основанием для смены управляющей компании в доме. То есть вот это очень важно, и, конечно... И для этого требуется что? Смена законодательства? Да, это смена законодательства, поправка в приказ от Министерства строительства ЖКХ. Понятно, что наши депутаты напрямую не могут это изменить только специальными поправками в жилищный кодекс. Но какие-то письма со стороны органов государственного жилищного надзора в наших субъектах Российской Федерации, я думаю, что должны идти. Это в адрес федерального министерства строительства ЖКХ. И, соответственно, такие изменения, я считаю, что должны быть приняты в кратчайшее время. Заканчивается наша сегодняшняя программа. Андрей, спасибо вам. Доброго дня и доброго дня всем слушателям. До свидания. Спасибо. Особое мнение на 101FM